В эфире «Давича» и мы продолжаем. Который час? Этот вопрос, возможно, скоро будет звучать чаще. Депутаты Госдумы в очередной раз подняли вопрос о переводе часов на летнее время. Кировские законотворцы поддержали инициативу московских коллег. Рады ли этому кировчане? Есть ли смысл? В переводе стрелок выясняла Наталья Бакерина. Когда многие еще спят, она уже работает. В 6 утра дворник Снежана Сафина во всеоружии с метлой и совком. К 7 двор должен быть чистым, поэтому встать ни свет ни заря для нее уже привычка. Перевод стрелок на летнее время не одобряет. Точнее, не видит в этом смысла. Не успеешь к одному времени привыкнуть, уже другое резко какое-то меняется. Каждый президент по-своему метет. Как бы это не очень хорошо. Желательно бы на существенные вопросы реагировать, чем на перевод этих стрелок. Люди, по-моему, уже как-то привыкли к этому. Сколько можно уже. Кондуктор Мария Камаева выходит в рейс, когда еще темно, а возвращается домой, когда уже темно. Она целый день на ногах, но ее работа – это еще и материальная ответственность. А потому любые эксперименты со временем – это стресс для организма, который и так в постоянном напряжении, уверена девушка. Для нас это слишком, это для организма тяжело, это надо перестроиться так морально и физически для себя. Встаем, грубо говоря, в 3-4 часа утра. Я уже в 4.20 на работе. Мне вот будет тяжело. Однако кировские законотворцы так не считают. Депутаты в полном составе на пленарном заседании единогласно поддержали законопроект по переходу на летнее время. Позволят более рационально использовать время суток, светлое время суток, поздней весной, в течение всех трехлетних периодов времени и ранней осенью. И не только сэкономят ресурсы, но, что самое главное, укрепит здоровье наших граждан. Инициатор законопроекта депутат Госдумы Андрей Барышев ссылается на многочисленные обращения граждан с требованием вернуть летнее время. На исследование врачей о пользе перевода стрелок и экономии электричества. Хотя последнее – вопрос спорный. Если сейчас мы переведем часы на час вперед, то тогда зимой у нас будет светать в 9.30, в 21 декабря. Это самый поздний восход будет в 9.30 утра. Те, кто пойдут в школу в 8.20, у них сначала уроков в 8.20, они, получается, первый урок проведут в темноте. В 2011 году страна перешла на летнее время, но уже через три года был принят новый закон, вводящий постоянное зимнее время. И вот сейчас очередное нововведение. Однако в руководстве партии, где работает предложивший перевести стрелки на час вперед депутат Барышев, стрелки повернули в сторону самого депутата. Там пояснили, что предложение, его личная инициатива и с руководством фракции она не согласована. Впрочем, депутатов, которые поддерживают переход на летнее время, немало. К этому вопросу парламентарии планируют вернуться уже в этом месяце.